Это самый современный завод по передаводке, который происходит в основном, это в Минске в России. Здесь у культеры, все, что больше не пригодится. Но и для того, чтобы утилизировать, нужно использовать снова. Получается абсолютно чистая питьевая вода и очень высокого уровня мясокосная мука и жир. То есть с экологической точки зрения и в Челябинской области, и в Аргайском районе, ну это серьезное продвижение вперед. Кальций, прозволь, патриины, патрицы, 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 используются необходимые продукты для элементов. Производителям нескольких частей позволяют экономить серьезные средства. А в 2 миллиона рублей в месяц. Вот так выглядит готовый продукт. Прямо отсюда муку увозят на производство кормов. Ежедневно здесь конвейер сходит 6-7 тонн мясокосной пыли. Чтобы запустить в виде производственных отходов, для чего установили новое мясное оборудование. Для того, чтобы запустить в виде производственных отходов, в 500 до 80 тысяч тонн в год. В 13 сентября не больше, а у сентября не лучше. Еще одна новость, и новый государственные личники показали нефигуру за легче. Говорит, что он отметил, что в будущем культуру отходиться, можно будет эксплуатировать в страны СНГ. На Бакану крепит рынок в Челябинской области. Это в целом балансирует наше сельское хозяйство, потому что при нашем климате очень часто зерно бывает фуражным, а фуражную ее только скормить животноводством. К концу года объемы производства вырастут в два раза. Почти такую же по мощности 52 приходят в Кулашаковском районе. Там с конвейера будет сходить по 70 тысяч тонн мяса ежегодно. Запуск не намечен на ноябрь.